Я немножко вам какое-что скажу, настроен, о чем молиться. Я кое-кого буду спрашивать, отвечать только быстро, конкретно, щетка, не знаешь? Положи руку ему, что крестом закрой. За нами следят. Еще одна минута. Спрашивай, нужно ли это точность. Когда ты спешишь и опаздываешь, и раньше начинает что-то, ты тогда поймешь, что это. Я не опаздывал. Просто это бывает так. Человек, если опоздал, должен писать объяснительную. Но батюшка не смотрит на часы, начинает раньше, на минуты две, там, в три. Ему никто еще не скажет. Но у нас избраны специальные наблюдатели, помощники, на сроковом полном собрании. И они подказывают, потому что заметки нет, а замечаний нет. А так расслабляется женщина, смотрят за женщинами. Я староста. Так быстренько заходите. Вопрос задаю я. Давайте так спокойно. Я не всех воде вижу. Там еще самая маленькая. Иди сюда. Посмотри, сколько написаний на улице. Что делать? Алика Иущина, она свидетельствует. Она уже все-таки стала остановиться. А для этого все это все в матерь. Отключить от этого непросто. Я буду задавать вопрос, четко поднимать руку, знаете или нет. Главное препятствие для молитвы какое? Молитва встала, а молитва не пойдет. Молитва будет в осуждении. Даже ты правильно посчитаешь по моим пословам. Вражда с ближним. Пусть от поднятия. Договори. Вражда с ближним. Так что? Вражда с ближним. Вражда с ближним. Неисполнение заповедей. Ну тут заповедей, исполнение такое. Дубы-то об этом. Суета. То ли я исполнял, все на то ли нет. Суета, домашние дела. Кто ты, ближний, имеет против тебя что-то. Да. И второе, не слушающий закона. Молитва не имеет. Что-то мы, говоря, забываем. Но что если кто-то против меня что-то имеет, это нельзя это не чувствовать. Тем более, если это открыто. Тот планет ухо сказал, слушай закон, тобой молитва. Мы утром вставим на молитву не потому, что нам делать не с чем. Кажется, кого-то нет. Самый маленький, да? А где она? Спих. Понять. Привносите ее. Если не сегодня за того, то когда, даже ночью с ребенок поднял пилот на горшок, и тогда одну-другую молитву поднял пилот на горшок, нам кажется, что ребенок стал неверующим. А когда ему стать верующим? Вот и родились. Дядь, его на работу идти, а ребенок еще спит. Ну ты тут помогай. Или деревня, но с тебя пошага ровно, и тебе в школу идти. Она будет его там за пять минут до школы. Я знаю это. Пришел где? Спят. В семь часов спят. А в восемь начинается занятие в школе. Так, прихожу попозже. А где родители? Да они уехали в район. Пока раз молились. Я стоял в дверей, они вышли, другие уходы мы. А дальше результаты. Результаты эти уже несмываемые. Почему? Учинные. А почему? Ответы все почему. Потому что ты такой. Если ты знаешь, что это опасно, и другому не сказал, тем более ближе ему. Ну кто ты такой? Опасность разрыва с Богом общения. Не просто нам делать не с чем. Старое утро идет. Кланируем все. Нет. Это связь. Ну я вчера то же самое молился. Да, вчера так же самое молился. Вчера здоровался, сегодня добрался. В прошлом году так день убывал, и сегодня убывает опять. И вся жизнь в этом проходит. В Сибири все лето только подготовиться к зиме. А зима все поглощает. Одно и то же. Но в этом одно и то же. Чудесное разнообразие. Общение с Богом. Молитва. Это главное. У тебя другое может быть восприятие. Какая-то была встреча где-то. Но если человек это не ставит перед собой, он просто новые и новые конфликты рождает. Я говорю конкретно об положении, где мы находимся. Вы Голубеву Екатерину знаете, кто находится? Голубеву Екатерину. Она сегодня, вчера там выставляет. У меня здесь книжка ее там стихов. Она никогда не выражает недовольствия. Она на себя смотрит. И другие, которые с ней, они собираются, это два-три человека. Два-три, то даже кажется, редко. Два там где-то. И она одна. И ходит по палатам, раздает Евангелие где-то. Даже второго человека не может никак найти. Но она упорно пробивается вперед. Никакого недовольства никогда нет. Есть друзья, есть враги открытые и скрытые. А почему ропот? И ропот этот человек не может себе удержать. А ропот. А есть спор. И вот она, наверное, талия усатая, знаете, фамилия такая она в Германии. И сегодня она опять выставила один вопрос. Ну, почему не выставляет. У нее нового нет, она раз в сайт. А в сайт у нее вопросы ответы университетов. 4124 вопроса. Да разбито на 55 папок. Я сейчас даже смотрю, моя рука, мой труд. Ну, настолько это сегодня, даже сегодня я смотрю, как на Эверест. Сегодня спонат открыла ролик спор. Недовольство. Я сразу перенес к себе завтрашнее событие дня. На 13 июля будет для других это известно. Я не превышаю свои полномочия. Я знаю, слушаю, что говорит у Осипов. Другие священники известные выступают. Сегодня на Максимово там, видимо, на что-то такое наборолся. Ему там такое счет дают. Взбучку буквально. Фальшивки все его открываются. И вот когда начинаешь все это перебирать, смотреть, и знаешь, они этого не ответят. Даже спорят, не ответят. А почему? Ну, спорят. Ну, не надо спорить, а она соглашается. Ну, и все. А что больше скажется? Не спорят или спорят? Спорят, а не согласие. Я отвечаю и привожу мест Писания, около полста мест Библии. И все это разъясняется. Разъясняется со ссылками на святых. Будет он этим заниматься? В каждой книге у меня ссылок на Библию около трех тысяч. Ну, не было никогда этих книг. А почему Бог так делает? Берет руку, выводит и показывает. Я сегодня хотел затронуть тему недовольства. Что оно порождает, и о чем надо молиться. Вот у мужчин, которые у нас здесь есть, это может где-то там и есть. Кто-то уехал, почему-то недовольный. Не было выявлено никак по-хорошему. Дали еще с собой. У женщин это сейчас здесь. Буквально идет отравление. Даже что были крепко где-то, это все сейчас размазывается и в других тонах. Вот они ехали, а они не получили то, что хотели. То есть они, если ты все знаешь, что ехать не надо было времени тратить. А если приехала, войди в тот устав, который есть. И тогда ты можешь сказать. А если ты делаешь это с ропа, то мне это не надо. Я только отвернусь опять-таки без рукавов. Вы ложитесь, спите. Ты ничего и не получил. Ты можешь сказать о результатах, когда сделаешь. Я простые вопросы задаю. Простые из простых. Кого вы знаете? Кто образовал детский православный лагерь? И чтобы был его начальником, директором, его трогали, не трогали, он сумел удержаться десятилетия. Просто назовите. Ведь не ответите. Я точно говорю, нет никого. Нет. Нет во всем земном шаре. И нет этого за 2000 лет. А когда смотришь, за 7500 лет. Это не просто уникальное, оно единственное за всю мировую историю. А мы так к этому привыкли. То есть детский лагерь работает. В настоящее время этот лагерь, это в 72-м году, еще до советской гибели, 20 лет. 19 лет. Что только не было где-то. Суды, все. И все устояли. Они не могли ничего сделать. И это знали не здесь, только за границей. У них дети. Они хотят воспитать в православном духе. И нигде не могут найти лагерь. С Канады. С пересадкой. Или. Париж. Пересадка вторая в Москве. Третья в Барнаду. И с года в год едут. С родителями. Дети. Это расходы немалые. И что? И они убедились. Больше нигде они не получат того, что было. Выезжают. Ну я спрашиваю. В моем уставе. Ни в одном уставе. Нигде открыто не говорится о физическом наказании. У меня так прописано. Родители дают расписку, что они не против. Что я накажу вот так-то, так-то. Просто составлено. Для всех одинаково отпечатано. И расписывается. Родители, приезжая в лагерь, никакой власти на детьми не имеют. Они на общем учете также находятся и путевка подписываются. Никакого. Ни наказывать его, ни поощрять не могут. Иначе ему будет запрет приезжать или забери его до свидания. А почему? Зачем бы приезжали здесь психиатры, профессора? Зачем бы приезжала Ксения Дэнн из Лондона, директора Кэстерского института? Такую, да, услышала. И она это поняла. Больше нигде этого нет. Останки надают ей сопровождающие какой-то Юрия. И она пролетает сюда. Вот представьте, Лондон. Сейчас только из Ирландии мне стучит, я не стал отвечать, ухожу. Почему Бог? Это немыслимо. Все это понимают. Это немыслимо. В 98-м году против лагеря выезжали в краевые 15 комиссий. А комиссия тоже они созваниваются, встречаются, ставятся перед ними цель. Задача свернуть, убрать, опозорить. Берут кто? Телевидение, радио, печать. И задвигаются на одного человека. машины стоят здесь. Все. И наконец задействовали прокуратура края, КГБ края. И ничего не могут сделать. А они говорят, мы это решили поехать, решили тайно внезапно нагремать. Но когда приехали, лагерь весь буквально забаррикадирован. Кто-то из наших выдал. Никто не выдал. Мы устроили дежурство круглосуточное. Дети на вышках стоят. И наконец машины идут. Они за лесом только выгодовали. Тут несколько минут ехать. Ударили колокол. Деревня собралась. Я сразу удалился на молитву. Телень закрылся. И все. А дети на крышах. Плакаты заготовлены. Коммунисты, людоеды. Руки проще от лагеря Стана. Волки, коммунисты. Займитесь своей душой. И эти стоят и кричат не заходите. А ну все там в лагере там. Жерсть одна стоит. Сбросили. Нет. Батюшка подошел. Галиционер стоит. Так, тебе это надо выгодить. Завеси в машину. А то я тебя сработал так. Очень просто. За этим задействованы не ваши силы. А я время от времени в окошечко и взгляну, как продолжаю молиться. Самое опасное, когда внутри начинается раздох. Внутри. У нас ни разу этого не было. У нас сейчас это есть. в этом помещении. Кто-то недоволен. Зачем-то приехал. То другое прорывается наружу и идет отравление другого. Вы сидите здесь, скваситесь. Полноте не заняты. Я вижу, как вот я не захожу и ну вижу, что ну никак. Вода еще на пол. Тут еще долго сказать. Вы едете пол-то милой. Или еще что-то там такое. Я вам, вам, говорю всем. Вот это недовольство, препятствие молитвы. Сколько раз вы днем молились здесь, находясь? Свободное. Вчера, правда, тут помогли сколько? Сколько? Кто из вас призывает к молитве вас чаще всего? Первенство. Поднимите руку. Ничего особенного нет? Я призывала несколько раз к вечерней молитве. А и неплохо вы? Вы сказали, вот мы встретились, мы будем в интернете, а теперь мы здесь все вместе. Мы строим здесь так. Всем на работе, помолиться о них, об этом надо. С детьми это аховое состояние. А что это означает? Это означает по-мирски все делаете. Я делаю вывод ювенальную юстицию, находите надо оправдания. У вас задача не стоит ребенка на небо привезти. Нет, вот как все так и ездят. Он спит, ну и пусть спит. молитвы. Я не здесь, но я знаю, о чем вы исследовали. Кто-то с ним разговаривал, мне приходят, говорят, я об этом молюсь. А так как уже встреча перед порогом, я сегодня решил вам сказать, вы проиграли время. вы имеете против меня чего-то и ничего не говорите. Вот сейчас перед молитвой скажите, чтобы не было препятствий. Если вы узнаете, что кто-то против тебя имеет, вы имеете против меня, я неправильно поступаю, надо там заниматься, что-то другое. Вы сказываетесь. Ну и все, ты уснула, этот малыш. Давайте. Я перед вами громче только. У меня началось недовольство с того, что, когда мы приехали, я изначально читала объявление про лагерь, о том, что дети будут купаться, что дети будут тут действительно обучаться Слову Божию про оповеди и так далее. В итоге, когда я приехал, мы нас на кухню запустили, детей отделили, с ними никто не купался, они погулять не могли, потому что ребенка отделили от меня, а я не могу, я на кухне, я не могу с ними погулять. И все это время они проповеди практически не слушали, они вот сидели здесь возле нас и погулять не могут всю неделю. Всю неделю они не могли погулять практически, потому что времени не было с ними выйти туда. По порядку. Отдельно заниматься, сидеть отдельно, купаться там где-то, а этого не получили. В лагере я занимаюсь я только делаю общие наблюдения. Вы занимаетесь обязанным. более опасное то, если бы я стал делать то, что вы сейчас говорите, а вы скажете, когда я это и так знаю, вы здесь находитесь, смотрите, сколько братьев, то-другое, и вы это как раз должны организовать. И уже с первого дня я вам говорил об этом как раз, идите, купайтесь, делайте, приготовляйте себя к крещению. Вы видите, что ребенок делается совершенно не меняем, а ползет, куда я выключил. если мне дали задание, я элементарно не дали задание, мне надо выбирать. Либо я не послушаюсь сейчас, все бросаю, не послушаюсь вас, даете-то вы задание, и ухожу это с ребенком гулять, например. Получается, я оставляю девочек, они будут тут скалиться и думать, какая мамаша пошла гулять с сыночком, а сыночки думают, идеализируют своего сыночка, а нам не помогают. Так ведь будет в обществе. У вас план нарисованный, вы знаете, как поступать, почему не образовали детский ловец? В вашем крае нету, в стране нету. Вы даете? Я вопрос только еще задаю. Вы секунды не даете ему опуститься до размышления, уже у вас слова вылетают оттуда. За каждое слово будете отвечать. Вам дана полная свобода, и вы ей не воспользовались. Как? Ребенок бегает, самая маленькая, вот эта вот, она по улице бегает, одна помщалась, я задерживаю, она уже вон где. Вы ее потерять могли? Мне сидеть некогда здесь. Я всего 4 месяца, я выезжаю, у меня вот так вот перегрузка идет, я едва до постели дохожу. Ни дороги, ни куда, это восстановление. Вот они работают, знают. у вас на улице нет. Они, я сказал, дети должны быть под социальным присмотром. Это всегда у нас сразу три велосипеда, катаются дети в лагере, с вышки идет наблюдение, с глаза никуда. Он предупрежден, вот дай поворота, и разворачивайся. Там, ну там, где лагерь идет. На уши, все, больше ты никогда не будешь. Без присмотра ребенок не ваш. Вы его уже потеряли. Проезжает машина, девушка в кабину уехала. Я, я сказал, ничего не буду. Я сказал, ходите, купайтесь. У нас же не один год. Сколько здесь приезжает с муками, как правило, с детьми. И они занимаются ими. Мы элементарно не знаем, где озеро, чтобы ходить, купаться. Мы здесь первый раз, понимаете? Первый раз. Кто нас проводит? У нас есть провожатые, кто нас проводит, где озеро, покупаться? Все заняты. Покушали, уехали, все, мы остались. Кого я могу выдернуть с работы, чтобы нам показало, где озеро, куда идти? То есть у вас, видите, своя программа. Вам не нужно то, что у нас делается. Вы в это не въехали. Видите, какой щадящий у нас режим. Я не вмешиваюсь, но сказал, купайтесь. Сколько раз дети не ходили, купались? Почему не подготовили ребенка к крещению? Вот вопрос, только один. Вы сразу раз на другое место переходите. Нет. Он сделался совершенно невменяемый. Он ползет, идет на батюшку и внуку, не может оторвать. Вы здесь не хозяйка? Вы дерзко ведете себя. С вами разговаривает мужчина. Даже жене и то быть безмолвее. Вы много говорите, и поэтому вас спонтанирует буквально с вас. А вы выполнили это? Не выполнили. Так, организовали детям? Во сколько здесь трое, а ведь было больше. Организовали с детьми заниматься? Нет. У вас ни программы нет. Тут сидит сзади учительница. Она всю жизнь с учениками возилась, здесь занималась с детьми. Попросили ежедневно проводить сзади? Нет. Нет. Потому что вы настроены против. И это, я не буду говорить злости или что-то, недоверие, недовольство, оно затмило буквально все черным полотном. А мы в это время там буквально сгораем. Мы работаем. Короткое время. Надо успеть это и это. Вам дана свобода. Но свобода в рамках того, что разрешено. За грань не заходить. Вы пишите через грань. Взять руководство в свои руки. Разговаривайте день, два, идет отравление, буквальное отравление через вас. И вы это никак не видите. А теперь вот если бы так, и в этом то, что вы говорите, вы нашли бы в 10 раз больше изъянов. А все ничего. Сидеть с детьми так. Она может заниматься? Может. Это может. Может. Это... И там ничего не было сделано. У меня организовано. Вот. Нужно там-то напилить. Здесь утром до завтрака сделать. Там поехать Игорю сказать привезти. То есть у меня здесь неприотрывная работа идет. Я глянул как у вас здесь. Меже ребенок покажал. Даже за ребенком посмотреть на собака набежала. Это нет ничего. Вот это вы выражаете против мужа. Против мужа. А потом муж не виновен в этом. Вы дома сидите. Златоуст говорит для тебя большое поприще. Самое большое ребенка привезти на небо. Задачи-то это и нет. Притом в этой свободе вы показали вы не привозы к этому. Воспитали детей. Дети вам не принадлежат. Вот. Дети, которые дал мне Господь говорит Писание. Дал вам Господь. А не ваше чрево не похоть мужа. Нет. Вот и над Бога родились. Дети не родились. А вот надо там любого. Она стоит не кланяется. Один раз ее наклонил она стала кланяться. А нет ребенка наклонили. Вам с места сдвигаться не надо было. Вы приехали зря. И поэтому у вас такая накипь идет. Чернота сейчас здесь. Вы сами смотрите. У вас все есть что необходимо для спасения. Ребенок не слышит. Татана спит маленько слышит. На другом уровне ваше матери слышит. Какие песни какая музыка. Вот свобода вам дана. Свобода в рамках вот этой законности. А вот по порядку сейчас рассчитают. Давайте разберем здесь. Вам трудно это было? Вообще раз воды нету. Глотать слюну не могу. А я должен с ними вместе работать. 83 год. И все говорят. Мы все третьи. Да я работаю. Работаю и в это же время работаю с вами. Тут одежда. минуту опять рукава закатанная. Только сказал сейчас не наклоняйте уже в чашку носом вы за столом не знаете как сидеть. Вы ничего этого внимания не берете. И этого не научить почему отталкивающе. Как от раскаленной плиты брошенная вода она все впыхнула здесь. И вы утишили сами себя этот гнев. А вы поджигатель. Столько времени и удержите это в себе в сердце. Но приближая до расставания я помолился и решил сегодня поговорить перед молитвой. Освободитесь от этого. Успейте за один день взять то что потеряли. Вы так многое потеряли за это время. Вот такая обстановка. Вы нигде не увидите такого дома. Нигде все содействует этому. Утренние молитвы, вечерние, ночные не препятствуют. Но строгий график. Вы даже начали это стирать. Раз на эту тему. Дети бегают. Дети отдельно бегают. Держи около себя. Сельский житель приучает ребенка всему. И как косить за скотиной. Он все бегает. Пошел под дверь заглядывает. Вот здесь закладывается все. Дети вам не нужны. Вы просто как привыкли играете с детьми. Детьми мстите с мужем или с кем. Об этом крейсер Астаната Льва Толстого говорит. Воюем теперь детьми. Сын был за мать. Я возненавидел его. Это большой психолог пишет. Что во мне есть 82 года. Я получил половину этого до 4-х летнего возраста. Здесь никто с ними не будет заниматься сидеть. Понимаете надо работать. А мы работаем не на один день. Не делаем то и из чего. И когда люди приходят вот сейчас восстановлю все-таки там дорогу. А это главная трасса. Вот огород большой взять огород. Ну сколько? 13 соток вот соток. 100 соток это один гектар. У Игоря сейчас больше тысячи гектар. Мы не знаем даже что засуха началась а растение только вышло. И не одна жужелица а три разные пожирает все. И он теперь с этой отравы ездит поля опрыскивает. Когда ночевить никто не знает. Мне надо прийти пояснить сказать а вы заранее распределили мне уже назначили что я должен тогда вечера делать остановитесь уменьшитесь вы в данном встрече литерно погибли оказались я повторять это не буду но мы к расставанию уже пришли что вы говорите я абсолютно в курсе всех делаю еще недовольны что говорили это все вам такое подручное легко так было сделано тут у нас в прошлом году позапрошлому сколько прудов потом есть пруд вновь сделано и там вообще ничего нет вот так вот и дети все купаются и сколько раз до 6 раз в день собираются дети едут поют в песнотую ничего не сделано ваша энергия была направлена на отравление нечаянно брошено одно слово и оно губит сразу все вокруг вернуть уже ничего нельзя представьте какая погода ставила не сходили не спросили не подошли ни разу я осуждаю вот эти сектантские не знаю начинает знаете Христос он мне говорит знаю и дальше он говорит то что я говорил не меньше 10 тысяч раз я против этого я вам сказал сделайте так чтобы не было видно кресик уже наружу даже самые простенькие вы не сделали у вас никто не говорил никогда никто не будет говорить я это говорю имея на этом уже власть вы власти не имеете а вот то что вам верено вы этого не делали прежде чем с вами разговаривать я готовился к этому а вы не готовились чтобы раз кинули слово оно дало раз кис слово имеет силу воплощаться брат Василия Великого говорит я сказал слово и пошел нет оно пусть так растает ростки и дальше она недовольна и это начало кофе смотреть и все пошло еще держится приехала она уже выросла дочь она ее не возле брат смотреть нет она ее уже потеряла она была здесь я не два дня с вами занимаюсь такими а 48 лет и не с одного со всего союза и с мира у нас такое крещение он был из Ливана Лена Павлов Ливан знаете где Италия знаете где Франция если такое место куда бы люди приезжали по вере креститься нету я уж не говорю Казахстан Белоруссия Украина это наши клиенты и все это приходит через пробовать а есть которые недовольны ни одного вот так явно выражено только у вас не было приезжал который человек осмотрел вы такой бедности живете сделай богатым нас но мы довольны богатством довольствия если приписывая Щеношевскому Николаю Гавриловичу счастья тем больше чем больше муществу людей приносит счастье а счастье в общем-то и обещаний нет на земле быть счастливыми мы пришли в юдор печали страдать и молиться Господь Бог воплотился идеал во всем идеал и приняли ему нет и приняли и осудили и осудили тот и кого кто не поперек сморкали и плевали на его что хотели делать и что распяли обезображен пачевика человеческого мы считаем 53 главу Исаии когда его читали в последний раз сколько раз в день вы Библию открываете сколько вопросов по Писанию ну сами себя исследуйте не написан не следует того мужчину или где-то исследуйте самих себя верили так я верующий исследуйте себя поя вера ну вот написано ты имеешь веру а я имею дела покажи веру мне покажи мне веру твою из дел твоих я покажу тебе веру мою из дел моих вот и все а вот перед вами авторитетов никаких нет ну понятно что мы в разных весовых категориях вы бросились на меня на мою практику вы проиграли все во-первых это никому не удавалось еще делать краевых комиссий 15 за два с лишним месяца на 150 км пьеда от кавалькада машин по поручению с корреспондентами я вернулся подал в суд сначала попросил такое слово и статисфакцию удовлетворения за библи ну они там говорили там профессора еврейская организация в НСЗ там сектор кого только не было все было разрушено я подал в суд кто писал статьи разузнал московский комсомолист наук сам листов Александр самый выдающийся у них журналист проходит несколько дней я подал в суд находят его убитым это ужасное потрясение краевая прокуратура спрашивает что делает этого убрали с работы этого подбез бережут ну я это не делал я просто начал молиться раз вы не признаетесь себя виновными я обязан молиться они бежать из города суд вызывает никого нет а художник нарисовал картину своей кто-то общиной Игнатия Лапкина черт с рогами с наручниками за каждую черточку которую делал пришлось нести ответ они что-то доказали нет злоба ослепляет разум у него злой взгляд такой он не может здраво смыслить поэтому художник курдюм власть она не за меня она обязана выслушать свидетелей и что они лгают неправильно в лагере то другое там мальчики там девочки как у всех лагерях как у всех лагерях а здесь даже мимо нельзя пройти где девочки живут во время даже пальцами и все это вылилось там и судья и другие полный разгром здесь в сотни может раз меньше обстановка но один человек имеющий влияние потому что вы отдельно здесь находитесь нас здесь нет у вас ни одного вопроса не было ни разу не подошли вот вы сказали купаться мы хотели вас заниматься как тут организовать нет вам это не надо вы легко сразу находите это не так как я хотел у вас уже сформировавшийся руководитель не на добро вы легко это распространяете а это не надо делать вы уже думаете ровите сколько возьмите посмотрите вот каждый мой должен взять занятия с кем поставить у него не так что двое остались я должен сказать кто из них будет старше здесь я прав и у меня две женщины на 250 на 6 домах я должен в руках держать это все каждый будет это работа чтобы он заработал а мне 20 лет я сам-то зеленый но Господь в виде смирения дал большее а обсуждать прощается я один раз проиграл только в армии был ну на доме там лейтенант или старший это наверное старшина был дал рулетку почистить и она там земли начальник а я знаю а я занимаюсь в это время английским языком в армии я вычистил ее подаю передайте вашему госту а он не знает что такое гост он понял что я его обругал наряд не очень они кино пойдут смотреть они картошку чистят но я потом нашел момент его встретил я говорю гост означает начальник начальник? ну да но он понял что я начальника обозвал как-то в мое время никакое не было но это тоже было нарушение я мог передать и другую путь ну какое это нарушение я внимательно смотрю кого за что нарушают за то что лягняя пувь расстегнута у нас один был такой нагорной фамилии старше нас всех был а почему я должен застегивать я смотрю вот это смело я еще не знаю последствия у нас устав такой застегнитесь ты сам застегнись а он застегнутый он начальник куда вложил два нарядов на очереди наверное а почему я должен так на гауп вахте а там тебя никто не будет спрашивать на гауп вахте а дальше дальше там его будут прикладами разрушаться зима босиком он готов эту куколку уже сто раз жевать и съесть но уже нет дело передано в трибунал и теперь теперь я не знаю вернулся оттуда маленькая пуговица пуговица что это стоит да ничего не знаю все застегнуты начальники а вот не покорили это не покорилось он занял суда и погиб это ужасно вы то что чему там научены были вы сюда вы заранее рисовали картину как даже с вами поступить что сказать а мы не совпадали а мне не нужно это у меня у меня практика громаднейшая практика 48 лет ни два ни три тысячи детей было и все это без помощи государства я можем построить строение он показывал где где ночевать а не погоды и ни одного несчастного случая государство отпускает громаднейшие средства на детей сделали соревнования поднялся ветер сразу восемь утонуло в сям озере калератвина почему президент путин дал указание все лагеря проверить а проверить это означает нет как Сталин говорил нет человека нет проблем они стали закрывать лагеря некоторые регионы области лишили всех лагерей и не просто закрывают а штраф меньше миллиона нет достигли они нас комиссия за комиссией штраф закрыть лагерь на 9-6 месяцев распишитесь не расписываясь запустить лагерь не запустить и конечность не получили ни рубля не имеют сегодня они вносят решения какие-то там а уже 9 дней прошло как я лагерь расформировал обслуговал распустил и теперь они бьют в пустое место и вот остались они ни с чем а уж зимой я нашел судью отблагодарил подарил книги вот программа это никакой нет просто спонтанно недовольно ну что довольный человек будет если ты за все благодаришь недовольно многие каждый день не многие а можно статистику открыть речь идет о десятках тысяч людей сегодня и оказывается не десятки а миллионы людей от возра недоедания умирают у нас полно всего так вопрос о плоте обеспечен спит в тишине да сверху не падает как говорил патриарх Кирилл этот Геннадий ты лег спать и слышишь что-то выпьет третий день не ел он лежит и вода с крыши подтекает под него и люди и люди Бога славят славят не просто болезнь неизречимая лепра не просто с детьми не так поступили а семь сыновей три дочери в один день погибают и это под опущением Божьей там он не знает этого его а там среди сынов Божьих предстал статана книга его считает и там чем заканчивается и Бог говорит пожалуйста ну вот он потому добрый ты его окружил у него все есть а ты его сделай вот так-то сделай и он тогда навел ветер сразу их убил детей стада все разворовали война Гитлер пришел тут в Усталине все полное поражение и тогда он не сказал против Бога а жена а жена уже подсказывает Бог не любит грешника а ты страдаешь если умереть то страдания не будет прокляни Бога и умрешь ну это как одна из безумных вы как одна из безумных это слово относится ко всем женщинам и кончим чем от подошвы ноги до темени головы не прикоснуйся за город выброшен человек и сидит на гноище на навозе и соскребает себя кожа сдирается а златоус говорит когда он сдирал кожу показались ребра а среди ребра сатана увидел сердце и сердце ослепило дьявола этого не написано но почему уже третий раз сатана не явился и сатана закрыл лицо руками и бежал в любовь теперь и Бог снова возвратил возвратил в два раза больше было 10 тысяч у него вес стало 20 все все в два раза а тут говорит ну а детей-то было 10 и опять находились дети опять 10 три сына, дочери красавицы он говорит в два раза больше потому что те которые погибли они не погибли они не перебомы но что получается 10 10-20 и дам вдвойне и у нас общий там ну как я сидел что со мной было и написано и Господь возвратил ему вдвойне в центре города центральный район самый красивый а рядом у прекрасный мост я получаю 12 соток и два здания когда все закончилось рассчитывается я предложил недвижимость рассчитать и там собираемся люди приходят и люди как заходит директор красного магазина ассоциальный магазин только стал а у нас занятия прямо тут же на территорию а что у вас такое я говорю а вы разве не чувствуете нет у вас такая аура все светится аура светится приходит ректор на занятия которые в университете а это 26 примерно тысяч студентов вот я зашел посмотрел ну стоит там обнял поцеловал я я за кафедрой стою перед всем я преклоняюсь этим человеком доктором там академия когда вышел а что это за люди у вас они дадут от отсюда и КГБ соевая администрация дверь это открытая свободная я не про это вы разве не видите как у людей лица сияют изгущают смерть я говорю нет не видите понимаете если разные люди говорят одно и то же это означает правильный путь однажды приходим две женщины надетые в черную вот так мы мать с дочерью мы волшебники мы пришли сюда чтобы разрушить ваше занятие хотела но не хотела говорить но сказала занятие начались царю небесную пропели а я на царю небесную даю толкование и на царю небесную молитву коротенька я сказал шестьдесят проповедей это тоже никогда не было и народу сказал у нас люди которые пришли так встали помолимся мы стали молиться их как ветром выдало больше ноги не было вот мы молимся об этом вы не знаете куда вы ходите вы ходите на траку войны с которой живем не вернуйся не против меня против того что Бог нам дал вы ничего не оценили вы не увидели ни к одному месту вон вадик вот вверх какой был я потом прошу одним днем воспользуйтесь правильно в довольстве у вас на лице написано недовольство и жесткость ну как руководитель ну не на добро на добро вы бы все сделали купались и каждый день занятия были есть такие активные женщины у меня были они все сделают и где играют и всегда так ты за ними занимайся вы здесь на кухне на одну минуту детей без призонов нельзя оставлять чтобы они ходили иначе вы их потеряете ко мне подходит женщина и одна плащет вот вы говорите Бог где он Бог у меня муж погиб ребенку 7 лет я его только выпустила в отбор и уже столько лет я его нигде не вижу прикиньте к себе вот и все даже если вы мертвы на что я бы хоть отпела его ко мне разные разные люди подходят если которые сделали где-то добро где-то ну там Хабаров из Борова или там Кемеров я их всех нашел проехал и всех отблагодарил когда разблаготел разблаготел книгами у меня как превысь приняло чувство благодарности вы приехали я Бога благодарю может не так встретили то другое но как есть а у вас программа есть вот так должно быть а они сходятся они сходятся да провались по проповоду слова не сказаны но смысл такой и вы опустошенно идете да еще и гнев да еще и уйдете из связи с интернетом вам понятно что я говорю вытащите все что вы слышали нехорошего а ропот от сестры здесь дано вам все необходимое для спасения при том без тисюкания без ложного придыхания я поразговариваю с Богом выйди на суд Господи со мной со мной нет ничего что говорят люди нет этого ничего суды занимались моей практикой и нигде ну было там плохо они сразу краевой суд все изменил и новое решение мы оказались во всем праве нас обложили ложь 10-5 на рюкзаках слух вопрос стали как они видели кто это говорит о гаврии начальник самопедистанции Роспотребнадзор сегодня не видел а как вы можете говорить так ладно сколько у вас учеников было 75 75 они вместо подушки рюкзаки под головами а сколько у вас подушек 120 еще в городе наверное как у нас студенты понимают что глупость полят мальчики с девочками спят а мальчики даже пройти не имеют права между кельями где девочки находятся на скамейку сесть такой строгости нигде нет только ко мне приезжают начальники детских лагерей смотрят мы ничего этого не можем оплатить вот прямо открыто говорить что у меня существует физическое наказание это подсудное дело если назначили кандидат медицинских наук под присмотром прокуратуры здесь каждого человека вызывают ничего нет спрашивают мальчика там кто допрашивает прокурор но у вас здесь нет он оказывает за дела наше ребенок маленький он понимает а как разобрали нигде ничего нет и написали это условно указание и дается указание прокурору района помочь и он с мешками там овсянки вносит и ссылает ну где это было чтобы ну мы то никто и прокурор приехал и своими руками разгружал свои продукты которые принес обратились депутатов нам нужны вот такие такие продукты мука ну фарма следующий день машина пять тысяч пять тысяч килограмм примерно деревню несколько отформили все это Бог делает это нельзя я не еще раз я тут усилий что я в Индии много учился в Египте ну глупость я там ни разу и не был измените отношение к тому и скажите я приехал поучиться но не учит вы не учитель у вас практики никакой вы даже своим детям ума не дали то есть он не спет вы же видите вот она вышла где а вот дети которые здесь есть если они встают на молитву посмотрите как он он стоит как военный какой всю службу стоит ребенок никуда этот через пять минут выйти надо этот месяц а только стою ну подожди маленько только начали молиться у вас уже вот такое пошло а эти ставят всю службу а ребенок вот такое вот они коспасы вот так мы будем сейчас надести если вы справедливо несправедливы там говорили я прошу вас прощения что подал вам соблазно я вот это у меня было свободное доступ для Бога я этим очень дорожу дядю Бога когда было я уже встал два часа и уже больше не придет я и не сдергнул с водеской ну несколько минут за то время успевать глаза закрыть вообще надо на листу сваи под сваи зашнуть сказывается а в четыре вставать в два в четыре вставать в два и это радость радость общения радость молитвы радость долготерпения Божия измените вам будет очень трудно вы блокированы не человеком вам было все это даже предиспозиции того что вы не воспользовались тем что вам такая свобода была дана и вы и игром не воспользовались вы думали вас сейчас я пришел с ребятишками буду сидеть заниматься что-то занимать она спит ей много надо играть немного скажи послушание пока вы работаете послушание я заниматься с детьми буду сидеть когда мне каждая минута дорога а здесь вот они учителя вы ее не преднебрегаете она многое знает благодарите Вячеславу который все занимался без него бы ничего этого не было разговора какие вы были и сейчас после разговора вы извинились готовить или так находясь ли в этом даже не мое еще вопрос по поводу работы оставался меня беспокоит работу потому что я уезжала обещала что буду выходить я обещала что буду выходить и работать у нас потому что один человек за пятерых работает лучшее место вам никогда не смещалось и не будет такая свобода я не лезу я не лезу на отдельно с ними редко где-нибудь подошел Андрей вчера и говорит у меня вот такое я гляну стоит и плащу и мы сразу же немедленно там на улице помолились и все и все больше я не посягаю почему не я дурь святой чтобы начало трудиться а дальше я уже смотрю он все стоит и стоит на одном месте и с ним вместе и я плащу вот все за все эти так вот смотри на него вы такой момент пропустили и речь как раз шла о ребенке о ребенке как он чувствует в этом вину что почему он такой у вас это нет они не подошли ничего а вы избыток гнева недовольства вы распространяете здесь не надо им конечно испытания и они никто не подходили не говорили ничего я все больше счастлив в моей очереди Вячеслава умерли пресердуется будем молиться открытым сердцем я бы вас ничего не умею а что иметь ради чего погоди не буду так старая хорошенькая подружка такой где а потом когда мы погодим сюда можно опять отдохнуть отторвать